5 тысяч шуб и кожаных курток без документов обнаружили таможенники в Тюмени. Изделия продавали в двух салонах. После проверки предприниматели добровольно задекларировали 2,5 тысячи шуб. Это принесло в бюджет государства около 5 миллионов рублей. Остальной товар таможенники изъяли и поместили на спецсклад. С учетом сложившейся экономической ситуации, а также роста курса доллара к рублю, у недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности возникает интерес использования незаконных схем ввоза таких дорогостоящих изделий, как кожаные и меховые изделия. В этом году таможенники начнут тесно взаимодействовать с налоговиками. С понедельника вступило в силу постановление правительства России о маркировке меховых изделий. Проект пока пилотный, а участие добровольное. Но, скорее всего, в следующем году чипирование шуб станет обязательным. Маркировка меховых изделий позволит избежать, во-первых, недобросовестной конкуренции со стороны некоторых налогоплательщиков. Нам позволит повысить уровень контроля за налогоплательщиками, которые осуществляют производство и ввоз данного вида изделий.